Приветствую вас на первом циничном канале из немецкого городка от очень красивого средневекового немецкого замка но самое интересное знаете что я не только не знаю что это за замок я даже не знаю что это за город я реально забыл в каком городе я нахожусь вот сейчас без шуток я не помню название города но очень красиво замок смотрите вот там вот кафедральный собор здесь стена старого города такие средневековые башни вот туда башни выходят просто очень красивый город сюда можно отдельно делать экскурсии но я не знаю что это за город давайте объясню как я сюда попал я думал из дрездена ехать в польшу уже все на ночевку сегодня завтра польша послезавтра беларусь то есть уже выхожу в принципе на обратном пути нахожусь еду по трассе смотрю просто открывается вид вот на этот город прекрасный город я сразу включаю навигатор читаю название города который я забыл уже думаю надо заехать заезжаю сюда все да здорово красиво так немножечко посмотрел действительно можно делать отдельные экскурсии но друзья я тачку он там поставил на этом на парковке какого-то там супермаркета и забыл что за город вот реально иду думаю как гордон назывался я же навигатор его глянул не помню вот поэтому если кто-то знает пишите в комментариях ну и плюс я сейчас обратно когда поеду я посмотрю в навигаторе я про сейчас дорогу до своей машины знаю все так вот друзья в связи с этим что я хотел бы сказать вот так выглядит настоящее образование я вижу красиво я заезжаю и познаю вот эту вещь в полноте я не знаю ни дат ни датировок когда все это было сделано но красиво классно и вот сейчас у меня идет процесс познания я понял наконец-то в принципе как бы пазлы сложились я понял что то что у нас называется образованием это трэш полный это примерно то же самое что не знаю отрезать там часть человека и сказать что это человек то есть вроде бы и отрицать не станешь ну не знаю там палец человеческий это человек и кто-то скажет что да нет это не человек ему тут же говорят что нет сейчас мы тебя докажем давай еще дальше разлагать давай мы посмотрим днк этого пальца и чья это материя и в итоге оказывается что она человека значит это человек то есть по первости как бы у вас срабатывает вот этот эмоциональный интеллект и вы говорите что палец это не человек но вам говорят что нет нет это человек вы просто не выразить мысль. А мысль заключается в том, что это слишком маленькая часть человека, всего лишь один палец. А вам начинают еще больше дробить, доказывая, что это человек. Наше образование не дает полноты. Основная масса людей учит иностранный язык, английский язык 20 лет учат, наверное, в школе, в колледже, в институте и никто толком на нем не говорит. Учат огромное количество предметов в школе и 99 процентов не употребляют этих знаний. То есть там математику учит человек, учит, учит, там мозги уже от этих логарифмов раком встают. Но если он не идет потом в точной науке, 11 класс закончил, можешь забыть. А зачем учил? Забывай. А зачем учил? Это дополнительная информация. Не забивай лишней информации голову. Тем более, что этой информации не существует. Вот учил и учил. Там, не знаю, химия какая-нибудь. Опять же, если вы не пошли по этой химии, выучил, молодец, нервов много попортил, мозги по коверкам. Забывай. И, в принципе, вот так вот все сделано. И самое главное, что даже те вещи, которые, казалось бы, можно использовать, но они интересны. История. То же самое. Учат, учат. Даты, а когда это было? А когда это было? Блин, да любой жесткий диск, он все равно больше вас запомнит. И вот человек там ды-ды-ды-ды-ды, эти даты одно за одной, а этого как звали, а этого, вот действующие лица, кто на кого пошел войной и так далее. То есть хрен знает что. И в итоге вы никогда не побываете в этих местах. Я угораю, в принципе, сейчас над отличниками, потому что люди, которые могут мне там, не знаю, рассказать про весь мир, ну, могли. Вот здесь это было, здесь это, здесь такой чувак правил, здесь такой. Такие переговоры велись, такие договоры заключались. Они не побывают и в десятой части тех мест, в которые побывал я, не знаю всего этого. Я троечник-двоечник. И поэтому зачем эти все знания? Иностранные языки, на которых вы никогда не будете говорить. У меня сейчас английский на уровне бигинера, наверное, даже не при интермедии. Я уж не говорю там про интермедию или опер интермедию. Даже, наверное, не при интермедии, забылось. Но мне для путешествия хватает. Там в отеле что-то, номер какой-то там заказать и так далее. Мне хватает бигинера. И поэтому действительно, как не угорать над людьми, которые знают на уровне адванса, но никогда им не воспользуются. Им на уровне адванса иностранный язык нужен только, чтобы Мария Ивановна им там оценку хорошую поставила. И может быть там золотую медаль получить. Блин, какое безумие. На все на это сливать. Время, жизнь. И вот сейчас я нахожусь в этом месте. Да, красиво. Да, я осматриваю город. Но я дошел до того уровня, как бы, познания. До того уровня осматривания города, если хотите. Путешествия. Ну, не знаю, как мне раньше казалось, и некоторые люди мне говорили, что так и есть. Старцы доходят. То есть старец. Человек, к которому идут за вопросом. Там, который разрешает жизненные ситуации. И у которого может вообще не быть образование. Три класса образования. Вот это вот понятие мудрости. Когда вы едете по дороге, да, красиво. Да, здорово. Что это такое? Понятия не имею. Зачем вот эти датировки? И многие сейчас скажут, что, блин, Иоганн, ты это, тупизну какую-то проповедуешь. Наука нужна. Друзья, наука это всего лишь, ну, какое-то создание идола из очень маленькой части знаний. Часть знания в целом, это вещь, намного превосходящая науку. Это понятие красоты, полноты, грусти, веселья. Многих понятий, которые вообще в науку не вкладываются. И вот вам отщепляют от этого, не знаю, какую-то маленькую часть. Это примерно, знаете, как что? Как вот философ обращается с речью, да, к народу. Он говорит, что жить нужно так, так, потому что, объясняет. Народ кивает, кивает и, не знаю, и кто-то ничего не поняв, говорит, а так, я все понял. Ну, вот главного-то я не понял. Пять часов я его слушаю, я не вижу, какого у него цвета ботинки. Вот. Я вот пять часов, пока он говорит, я пытаюсь рассмотреть, какого цвета ботинки, и так и не рассмотрел. Все, зря слушал. Вот наука, это примерно то же самое. Когда вы не можете понять такие вещи, как красиво и полнота, здорово в целом, а пытаетесь, там, не знаю, эта башня, кому принадлежит идея такого вот архитектурного решения с конусом, вы примерно то же самое делаете, что делают люди, которые будут смотреть, какого цвета ботинки у философа. И мне кажется, что люди, которые это создавали, хотели передать нечто большее, чем год, в котором они это создавали, обстоятельства, при которых они это создавали, и, может быть, даже свои имена. Недаром все-таки самая такая духовная живопись, иконопись, она не подписывается. Это на картине можно прочитать имя автора. На иконах нет имя автора. Икона, там есть первообраз, ну, точнее, образ, к которому мы обращаемся через образ к первообразу. Но кто ее написал, если мы сами этого не знаем, то там не подписано нигде. Там та же Троица Рублева, она не подписана, Андрей Рублев, там этого нигде нет. Поэтому, когда создается по-настоящему великое, как раз отбрасывается цвет ботинок. А наше школьное образование, оно все школьное, включая спирантуру, докторантуру, это все школьный тип образования. Оно предусматривает как раз цвет ботинок философа. И я больше скажу, это нужно для того, чтобы, когда человек, не знаю, если бы у него не было образования, заинтересуется чем-то, чтобы у него уже был стереотип, что, в принципе, образование, наука, познание – это вопрос цвета ботинок философа. И чтобы у него есть какое-то желание познать, реально познать, приобщиться к чему-то. Но чтобы он сказал, а зачем мне цвет ботинок-то, какая у меня разница, в каких он ботинках был. А то, что кроме ботинок, там еще учение было целое, он уже не будет понимать. Потому что у него будет изучение предметов связано с мордой преподавателя, там, школьного какого-нибудь училки. В принципе, с очень урезанной версией, именно приземленной версией вообще познания. Короче говоря, цель образования – привить отвращение к образованию. Все-таки образование, ну как, какого образования? Школьного образования. А привить отвращение к именно образованию от слова «образ», раскрытию образа Божьего в человеке. А школьное образование, ну там слово «образование» как бы присутствует глупо. Оно не является образованием, не знаю, взаимоотношения ученика и училки. Вот что такое школа. Но так как оно подменяет собой образование, оно нужно для того, чтобы привить отвращение к получению истинных знаний. Ну вот, друзья, поэтому пока я не забыл дорогу назад к машине, а то я сейчас еще не знаю, что за город, и не буду знать две машины. На этом я заканчиваю. Может быть, немножко сумбурно, но попытайтесь все-таки понять, что такое истинное познание. Вот сейчас, по прошествии более трех недель получения огромного потока знаний в путешествии, я понял, что вот оно, истинное познание, оно происходит именно так. Это не в смысле, вы едете куда-то, я знаю, что там какой-то замок построен тем-то, тем-то, и вот теперь я его увижу. Неважно, кем он построен. Приобщайтесь к векам, приобщайтесь к творческим людям, которые все это создавали. Даже если вы их не знаете, имена не важны, датировки не важны. Это все символы времени. А те мысли, тот эмоциональный интеллект, который был у людей, которые создавали все вот это, он вне времени. И может быть, как раз что-то такое вот определенное на географическом месте в конкретном времени, может быть, оно и создано для того, чтобы прокачать тот интеллект. Понимаете, образование будет говорить, что вот это конечная цель. Образование, я имею в виду, школьного типа. Это была не конечная цель, судя по всему, у тех людей. Это был трамплин, это был старт. Конечная цель очень неопределенно. Мудрость, эмоциональный интеллект, чувство полноты. Вот. Да, и все это, если слышите шум, может быть на микрофон, на реке Шпрее. Единственное географическое название, которое я запомнил. Через мост проезжал, смотрю, речка Шпрее. Поэтому, если совсем затеряюсь, ищите меня на реке Шпрее. Но я попытаюсь выбраться. Спасибо.